Дорогу на Римар-Усинск обсудили в Калининграде. Там прошло совещание по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада под председательством президента России. Работают не по срокам. Игорь Кошин раскритиковал подчиненных за неоперативность подготовки нормативных документов. Для нужд округа своими силами завод Заполярий изготовит комплектующие для строительства домов в регионе. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Иван Никонов. Глава Минтранса подтвердил, что финансирование дороги из Ненецкого округа в Усинск в числе федеральных приоритетов. Об этом шла речь в Калининграде на совещании у президента, посвященном перспективам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада. Министр транспорта Максим Соколов назвал строительство автодороги на Римар-Усинск одним из приоритетных транспортных проектов, финансируемых в соответствии с поручением президента из федерального бюджета. Президент Владимир Путин напомнил, что в свое время давал правительству ряд поручений по развитию дорожного хозяйства Северо-Запада. По ремонту отдельных наиболее проблемных участков мы уже неоднократно говорили и даны предметные указания о поддержке из федерального бюджета этого направления деятельности, напомнил Владимир Путин. Имеется в виду Псков, Великие Луки, участок Брин-Наволок, Плесецк в Архангельской области, Усинск-Наринмар в Ненецком автономном округе и некоторые другие. Сегодня хотел бы услышать, какие решения приняты, как финансируется строительство этих объектов. Министр транспорта Максим Соколов отметил, что действительно за последние три года во исполнении поручений главы государства ведется активная работа по строительству и реконструкции участков на дороге в Холмогоры, на трассах Кола, Сартовала, строительство обходов Пскова, путепроводов в Великих Луках и Петрозаводские, дорог на Плесецк в Архангельской области и Усинск-Наринмар. Глава региона Игорь Кошин в среду на заседании администрации Ненецкого округа раскритиковал подчиненных за долгую подготовку порядков реализации уже принятых окружных законов. Так, закон, гарантирующий компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно на личном транспорте, не работающий членом семьи, был принят на сессии собрания депутатов 22 июня 2017 года, а порядок реализации закона был представлен только сегодня, 16 августа. Между тем, действия закона парламентарии распространили с 1 июня 2017 года. Порядки к законам округа должны приниматься одновременно. Это экономит время, сказал губернатор. Как что-то, значит, касается отдельных категорий, там все у вас быстро получается. А как что касается широкого круга людей, вот мы, к сожалению, затягиваем постоянно. Установите четкие эти самые параметры. Закон, тут же должен быть порядок. А согласовываться, значит, тогда получается, должны вместе с проектами закона. Это уже внимание у всех департаментов. Если готовим проекты закона, значит, что к ним должны сразу идти проекты порядка. Инициатива прошла, а проект порядка вступает в силу. Экономим время. Просто численность большая, я смотрю. Видимо, в этом все-таки проблема. Глава региона поручил аппарату администрации Ненецкого автономного округа пересмотреть регламент подготовки документов. Завод строительных конструкций Заполярье приступил к массовому производству навесных фасадных панелей. Они изготавливаются из оцинкованного металла. На производство ста таких панелей рабочим требуется 8 часов. Гендиректор завода уверен, в будущем объем выпускаемой продукции за одну смену увеличится. Это цех фасадной системы. Этот цех был установлен в прошлом году. Завезено оборудование, все, прошла пусконаладка. Вот с этого года уже мы приступаем к массовому производству навесных фасадных панелей. Мы выдаем полностью комплект фасада. По крайней мере, сейчас у нас есть авиаторов, которые мы должны полностью укомплектовать фасадной системой. Сейчас в цехе трудятся только два специалиста. За 8-часовую смену они изготавливают порядка 100 панелей. В будущем ими будет обшит строящийся дом на авиаторов. Надеюсь, что дальше они будут еще увеличивать, увеличить мощности. Потому что фасадной системы очень много. Возможно, даже придется вводить вторую смену, чтобы успеть срок выдать. Но мы выдаем полностью фасадную систему в полном комплекте. Со всеми уголками, кронштейнами и навесными панелями. По словам гендиректора завода, в данном цехе также будут изготавливать кровлю, отливы на подоконнике. Также есть возможность производить металлопрофиль. Все комплектующее будет использоваться при строительстве домов в Ненецком округе. 960 ламп на автомобильных дорогах и во дворах Наринмара заменят на светодиодные светильники. Программа по освещению улиц столицы региона уже разработана. Осветительные приборы закупят в ближайшее время. Замену произведет муниципальное предприятие «Чистый город». Стоимость модернизации составит почти 10 миллионов рублей. Средства будут выделены из вне бюджетных источников в рамках социально-экономического соглашения администрации Ненецкого округа с компанией «Лукойл». По словам руководителя департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта Ненецкого округа Алексея Еремеева, в первую очередь новое светодиодное освещение будет установлено на дворовых и междворовых территориях. Затем заменят старые светильники на новые и на автомобильных дорогах, там где это требуется. Глава региона поручил включить в число первоочередных и пешеходные переходы, особенно те, которые не оборудованы светофорами. В первую очередь дороги начинайте именно с пешеходных переходов. Вообще было бы неплохо, значит, я не знаю, как этого получится или не получится, значит, пешеходные переходы вообще-то дополнительно освещение. По многим городам это делается. То есть не в рамках там тех, этих, там, столбов, фонарей, которые уже существуют, а прямо, ну, ставится дополнительное еще освещение. И подход к пешеходному переходу, сам пешеходный переход. Дополнительное освещение пешеходных переходов можно сделать отдельной программой по улучшению качества освещения уличнодорожной сети, добавил губернатор. Память о трагедии у острова Матвеев. В Наринмаре возложили цветы у памятника экипажу буксира «Комсомолец». 75 лет назад в нем погибли 300 человек. В гостях у обитателей Арктики. На острове Матвеев ведется первый в мире длительный мониторинг численности моржей. Срок подачи конкурсных заявок на льготную аренду офисов в бизнес-инкубаторе Ненецкого округа продлен до 1 сентября. Заявки на очередной конкурс на предоставление офисов в Центре развития бизнеса Ненецкого округа от потенциальных резидентов уже принимаются организаторами. Кто может воспользоваться комфортными условиями для развития собственного дела, узнала Любовь Пермякова. Молодой предприниматель Илья Кадикин показывает нам свои владения. Комплекс отдыха на природе, включающий в себя два древенчатых домика и беседку. Вот это у нас гриль-домик. Мы построили его в том году. Каркасная технология. То есть зимой и летом. В принципе, зимой не жарко, зимой не холодно. Сюда, в Центры экологического туризма, и летом, и зимой приходят гости. В холодное время года покататься с горки на санках, ватрушках, летом отдохнуть на природе с семьёй или друзьями. Уютные домики в живописном месте, мангал и качели для самых маленьких посетителей привлекают жители округа. Чтобы клиентам было удобно заключать договоры с представителями турбазы, с января этого года Илья и его команда переехали в бизнес-инкубатор. Располагались тоже в городе. В городе на Полярной мы были. Сейчас переехали. Можно сказать, основная причина, почему переехали, это экономическая. Здесь достаточно хорошие условия для предпринимателей, низкая арендная ставка. Вся инструктура плюс всё равно центр города. То есть нам нравится, нам удобно. Очень удобно вести свои дела в бизнес-инкубаторе ещё десяти предпринимателям. Ведь для выращивания новичков созданы все условия. Каждый кабинет оборудован мебелью, обеспечен телефонной связью и интернетом. Здесь предприниматели могут получить помощь по юридическим, финансовым и организационным вопросам. Срок размещения в центре не более трёх лет. По словам специалистов, этого периода достаточно, чтобы встать на ноги и уйти в свободное плавание. Чтобы как можно больше предпринимателей имели такую возможность, 1 августа стартовал очередной конкурс на предоставление офиса в бизнес-инкубаторе. К основным условиям, предъявляемым предпринимателям для участия в конкурсе, относится обязательная регистрация на территории Ненинского автономного округа. Срок деятельности предпринимателя не должен превышать трёх лет. И у предпринимателя должна отсутствовать задолженность по платежам налоговым и иным платежам бюджетной системы Российской Федерации. При отборе участников будут учитываться социальная значимость и актуальность бизнес-проекта для округа, его конкурентное преимущество и финансовое обеспечение. Заявки от потенциальных резидентов принимаются в Центре развития бизнеса НАУ по улице Ненинская, 3, с 1 по 15 августа. Итоги конкурса будут подведены 23 числа. Сейчас в бизнес-инкубаторе осталось всего два офиса, на которые могут претендовать предприниматели. Их площадь составляет 6,20 квадратных метров. В будущем резиденты арендуют их по льготной цене – всего 360 рублей в месяц за квадратный метр. Также новички бизнеса будут иметь возможность пользоваться конференц-залом для проведения деловых встреч, а также получать бесплатные консультации от специалистов Центра по развитию собственного дела. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В Наринмаре сегодня вспомнили об экипаже буксирного парохода «Комсомолец» и его пассажирах. Они погибли в годы Великой Отечественной войны в районе острова Матвеев в Баренцевом море. Караван судов атаковала немецкая подлодка. В память о трагических событиях в Наринмаре прошел митинг и возложение цветов в соответствии с морскими традициями. Подробнее об этом расскажет Ирина Нижалова. От морского порта на катере направляемся в сторону лесозавода. За нами следует судно, на борту которого находятся члены Совета ветеранов морского порта и ветеранов войны и труда Неницкого округа. Сегодня у них особая миссия. В этот день, ровно 75 лет тому назад, в районе острова Матвеев произошло трагическое событие. Погиб экипаж буксирного парохода «Комсомолец». Комсомолец за собой тянул боржу П-4. На ней находилось около 300 человек. Это вывозили из поселка Хабарово, где собирались построить морской порт и железную дорогу Хабарово-Воркута. С началом войны строительство было приостановлено и последними судами начали вывозить людей на другие точки. Комсомольцу в поселке присоединился пароход «Норд», который буксировал «Лихтер Ш-500», нагруженный углем и неисправный пароход «Комелес». 16 августа 1942 года суда направились в сторону Наринмара. На следующий день рано утром, когда караван находился в двух милях от северного побережья острова Матвеев, неподалеку от него всплыла немецкая подводная лодка и начала обстрел. Радистка буксира «Комсомолец» Саша Кожевина успела сообщить об атаке. В момент нападения она работала на ключе уже открытым текстом. Так они шли в режиме радиомолчания, сообщила свои координаты и последние слова прощания. Она погибла вместе с экипажем. Пытаясь спастись, люди прыгали в воду. При артиллерийском обстреле погибло и утонуло свыше 300 человек, в том числе 14 членов экипажа «Комсомольца» и баржи П-4. До острова Матвеев добрались только двое – Лазарь Хозяинов и Просковья Котова. По словам спасенных, немецкие подводники добивали из ручного оружия находившихся в воде людей. С тех пор прошло 75 лет, и сегодня члены Совета ветеранов морского порта и ветеранов войны и труда Неницкого округа решили последовать традиции моряков. У них принято, проходя над местом гибели кораблей, гудком или брошенными в море цветами, чтить память тех, кто отдал жизнь за Родину. В памяти трагедии, которая произошла в Баренцевом море в августе 42-го года, в Наринмаре рядом со зданием управления морского порта установлен памятник экипажу буксирного парохода «Комсомолец». У нижней части постамента есть плита из нержавеющей стали с именами погибших членов экипажа. Ветеран Наринмарского морпорта Нина Шалашникова в то время была еще ребенком, поэтому лично с экипажем знакома не была, но буксирный пароход «Комсомолец» помнит. Когда он сюда пришел, я видела, как раз там причал был у нас, конец там причал был, и он там стоял, и мы ходили, дети жили, дети войны, мы ходили и его смотрели. Там, значит, мы очень любили, раньше ведь там причала не было, был берег, прямо к берегу приставали пароходы. Инициаторами сегодняшнего митинга, посвященного памяти погибших в Баренцево море и мирных граждан, выступили Окружной совет ветеранов войны и труда и совет ветеранов морского порта. Я считаю, что мы все должны, находясь не только здесь, а и в повседневной жизни, передавать молодому поколению, внукам, правнукам, детям, чтобы не забывали эти горькие дни. В завершении митинга собравшиеся, среди которых были первые лица города и округа, представители силовых структур, работники морского торгового порта и ветераны, возложили венки к памятнику экипажа. Добавлю, что по инициативе ветеранов памятник будет перенесен в сквер портовиков. До 22 сентября рабочая группа принимает эскизы на изготовление нового обелиска. Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Где обитают моржи? Что такое хрупкий мир Арктики и как его сохранить? Ответы на эти вопросы знают ученые, которые каждое лето отправляются на заповедные острова Баренцево море, чтобы изучить флору и фауну, а также оценить состояние окружающей среды. В Арктику группа ученых добирается на вертолете. Прежде чем лететь к основному месту базирования, делаем посадку на островах Долгий и Голец. Здесь внушительный фронт работ для орнитологов. Интерес ученых к этим местам понятен. На заповедных островах в Баренцево море гнездуются большие колонии гаги и белощукой казарки, гуменника и белолобого гуся. Научные сотрудники ведут подсчет численности редких пернатых и фиксируют малейшие изменения в сравнении с прошлым годом. Самое главное наше научное направление – это смотреть за изменением ареалов птиц и их численности и пытаться как-то связать, найти связи с изменениями в окружающей среде. То есть не только это мониторинг заповедных островов, а мониторинг и окружающей среды в арктической зоне Российской Федерации. Следующий и конечный пункт в маршруте – Матвеев. Земля с богатой историей. В 16 веке этот остров стоял на пути поморов в Мангазию. Об этом свидетельствуют деревянные кресты, установленные предположительно пять столетий назад. В первой половине 20 века на острове был создан маячный поселок. А в годы Великой Отечественной войны у берегов Матвеева разыгралась трагедия. Немецкая подлодка уничтожила пять безоружных советских кораблей с призывниками, мирными жителями и заключенными. Сейчас остров безлюден. Небольшой, скалистый и изрезанный бухтами этот кусочек суши посреди холодного моря относится к федеральному заповеднику Ненецкий. На острове сохранена естественная среда обитания ценных растений и редких арктических животных. Здесь водятся малые тундровые лебеди, зайцы и песцы, белощукая казарка, а одно из песчаных коз и вовсе облюбовали моржи. Клыкастые великаны Арктики весят около тонны, а длина достигает трех метров. Впрочем, несмотря на гигантские размеры, это довольно безобидные и любопытные животные. Атлантический морж – один из самых уязвимых обитателей Арктики. Этот уникальный вид хэка региона Варенцева моря занесен в Красную книгу России, ведь с каждым годом возрастает вероятность его исчезновения. Главную угрозу этому редкому виду представляет возрастающая активность нефтяных компаний, а также сокращение ледового покрова из-за изменения климата. Всего же в мире по разным источникам насчитывается около пяти тысяч этих арктических жителей. Кстати, сейчас на Матвееве ведется первый в мире длительный мониторинг численности краснокнижных млекопитающих. Ежедневным наблюдением за моржами уже второй месяц занимается сотрудник Ненецкого заповедника. Юлия Богомолова оценивает половой и возрастной состав животных, а также подсчитывает их примерное количество. По словам эколога, назвать точную цифру отдыхающих на Матвеевском лежбище морских здоровяков очень сложно. Зависит от погоды, от силы ветра, с какой стороны дует ветер, дует ли он в бухту или из бухты, какое волнение на море, какой накат на море. От этого по большей части зависит то количество моржей, которое выходит. Но, естественно, моржи, отдохнувшие, уходят на кормежку. Вообще, шторм они предпочитают проводить на море. Эти уникальные места с хрупкой арктической природой сегодня находятся под особой защитой. Ведь с увеличением интереса к Арктике развивается и нелегальный, так называемый, неконтролируемый туризм, который, кстати, может нанести не меньший вред природе. Совместной охраной островов занимаются сотрудники Ненецкого заповедника и представители Всемирного фонда защиты дикой природы. Правда, пока только с июня по октябрь. Впрочем, как только для экологов обустроят теплое жилье, охрана территории будет вестись в круглогодичном режиме. Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», остров Матвеев, Ненецкий автономный округ. Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости вы можете и на нашем сайте, адрес trk.sever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.